на ремонте вот такой электрокамин dimplex df2608 2100 вот ну и тут ситуация какая не работает вентилятор как сказал хозяин ну я в принципе думал что чисто сам вентилятор вот здесь сверху находится тэн и вентилятор что я сделал открутил вот эти два винта и вот здесь по задней стенке по периметру винты снимается верхняя крышка значит блок управления посмотрим скорее всего он там находится внизу здесь находится значит что я сделал подключил 220 к вентилятору вентилятор работает а значит проблема в том что не включает его блок управления возможно реле что еще работает при здесь вот такая крышечка когда оттягиваешь что можно допустим увеличивать температуру и вот здесь это блок вот индикации так скажем блок индикации здесь можно что-то устанавливать можно то есть как бы нижний блок управления работает он откликается и по сути дела все действия делает кроме как не отправляет управление на я думал просто вентилятор не работает а тэн работает но я так понял что тем тоже после того как снял крышку вентилятор рабочий на него питание не приходит я сюда просто включил отдельно 220 вольт подключил сюда контактом они 220 вольт вентилятор закрутился ну все значит он работает смотрю какие у него провода провод смотрите синий и серый с синими проблема здесь он не один синий и серый сейчас будем разбираться получается что синий идет от отсюда получается вентилятор включается в параллель с тэном это немножко сложнее это немного сложнее сейчас будем разбираться если он в параллель то может быть тэн сгорел значит при детальном рассмотрении я увидел что значит это два тэна 1 2 значит общий 220 приходит сюда сюда наверно это допустим фаза сюда 0 220 приходит сюда на один канал сюда на второй канал и вот сюда на вентилятор и потом но на тэн сразу не попадает проходит через термопредохранитель термореле после термореле оно распределяется на тут две спирали и на первую спираль и на вторую спираль и вот сюда на этот контакт который идет на уже потом на вентилятор поэтому вот здесь стоит термореле сейчас подсвечу термопредохранитель который скорее всего там контакт вот посредине посредине видите желтенький такой по самому центру я просто сейчас держу вот мне кажется нужно вот там почистить этот в этом месте контакт сейчас его почищу и снова включу почищу пилочкой для ногтей уже ну вот в этом месте посредине видите желтенькая сейчас почищу и посмотрю чем все закончится покажу ну что же как я и предполагал действительно дело было в контакте не просто его был почистить туда залезть нечем вот сейчас уже видите работает вентилятор дают горячим воздухом и вот тот контакт почистил я ничем не мог залезть только вот таким тоненьким трехугольным не очень удобно значит причина качество смотрите покажу или нет с левой стороны видно контакт посредине видите контакт опирается даже не на контактную а просто на пластинку вот эту часть там нет присребренного контакта то есть он просто контакт опирается на пластинку вот эту часть конечно это вопрос некуда не годится такой такое качество изготовить поменять что-то и это невозможно потому что это специально вделенный сюда термопредохранитель его можно только убрать и тогда мы убираем защиту получается не одноразовый клиент будет время от времени ко мне приходить я скажу сообщу человеку что это произошло из-за качества комплектующих вышло из строя по причине низкого качества и что скорее всего время от времени это будет происходить ну вот такая ситуация но камень отремонтирован поэтому смотрите вот таким нехитрым способом самостоятельно за 10 минут можно за 15 минут дольше всего подбирал различные надфильки с помощью которых я пробовал вот этот не влазит этот тоже толстый не туда не подлезть мешает а вот таким тоненьким он правда треугольный неудобно можно еще было как-то свернуть тоненькую наждачку полосочку вырезать и как-то так попробовать ей можно было узенькой полосочкой тоже я бы пошел этим путем если бы ничего остальное не получилось ну вот такая ситуация камин отремонтирован повторяйте увидимся на канале мир вам